Прежде всего, глава города обратил внимание на состояние дорожного полотна. После рекордного количества выпавшего в Красной Поляне снега остались сугробы вдоль дороги и на тротуарах. Больше всего нареканий пришлось на долю железнодорожного вокзала Эстасадок и самой трассе. Анатолий Пахомов обратился к федеральным и краевым собственникам с просьбой оперативно расчищать проезжую часть и пешеходную зону. Есть и необходимость установки дополнительных знаков. В целом отметили проверяющие готовность к зимнему сезону высокая, но работать есть еще над чем. Правильно и четко расставить приоритеты помогут специалисты, которые входят в состав координационного штаба. Курировать эту работу будут Департамент транспорта, Министерство курортов Край и Администрация Сочи. С 28 декабря по 8 января начнет работать Краевой штаб, в состав которого выйдут вице-губернаторы, руководители органов исполнительной власти и представители муниципального образования город-курорт Сочи. Соответственно, этот штаб будет обеспечивать координацию работы всех служб и оперативно реагировать на какие-то возникающие проблемы. Средства размещения, парковки и подъемники готовы принять с туристов. Кстати, оставлять свои автомобили гости смогут не только в долине Роза Хутор, но и на высоте 960 метров. Там эскипасы намного дешевле. А вот торговая сеть еще требует доработок. Руководители горнолыжных курортов должны решить все вопросы сетевиками, складскими помещениями и доставкой продуктов. 25 числа Роспотребнадзору нужно внимательно и оперативно поработать над тем, чтобы в этом году и сети быстрого питания, и торговые сети, во-первых, были, чтобы были услуги таковы, а во-вторых, чтобы эти услуги были качественными. Качество и комфорт многочисленным туристам должны быть обеспечены во всем, начиная от наличия волонтеров до мер безопасности. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.